Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога». Я ведущий Валерий Седов. Сегодня мы расскажем о самых ярких событиях этого месяца. Начнем, как водится, со сводки происшествий. Дорожные транспортные происшествия нарушений ПДД РФ, в том числе 95 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, более 150 отказов от прохождения медицинского освидетельствования, а также 5 фактов управления ТС в состоянии опьянения повторно. Выявлено более 2000 нарушений, связанные с управлением тонированным автомобилем. Более 250 нарушений совершили пешеходы. Выявлено 184 нарушения, связанных с перевозкой детей, а также более 1300 нарушений допустили водители автобусов. 6 февраля примерно в 20.00 в Пронском районе на 239-м километре автомобильной дороги Р-22 Каспий 55-летний житель города Тамбова, управляя автомобилем Форт Мондео, по предварительной информации совершил столкновение с грузовым автомобилем Рено Премиум под управлением 32-летнего жителя Саратовской области. В результате происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. 4 февраля примерно в 19.10 в Касимовском районе на 229-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород 22-летний житель города Касимова, управляя автомобилем Hyundai, по предварительной информации совершил столкновение с автомобилем ГАЗ Валдай под управлением 28-летнего жителя Сассовского района, который в попутном направлении совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF под управлением 50-летнего мужчины. В результате происшествия водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте ДТП. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Одно из самых ярких мартовских событий – это, конечно же, Международный женский день. В этот день сотрудники госавтоинспекции прямо на дорогах тормозят автоледи и поздравляют их с праздником. Вместо проверки документов – цветы и открытки. 8 марта на дорогах города сотрудники госавтоинспекции останавливали преимущественно автоледи. Притом не из-за нарушения правил. Череду поздравлений открыл начальник региональной госавтоинспекции Сергей Романов. А после подключились сотрудники во всех районах города. Такие поздравления стали уже доброй традицией, притом поздравляют автолюбительниц не только на городских дорогах. Наряды ДПС дежурят и в районах области. Например, в Шацком районе для такой акции пригласили ростового Мишку. К акции этой всегда подходят довольно изобретательно. Сотрудники госавтоинспекции поздравляли и женщин-водительниц общественного транспорта. Иногда даже заходили в салон вручать цветы девушкам-пассажирам. Хочется обратиться ко всем автолюбительницам, пожелать им безаварийного вождения, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. И встреча с сотрудниками полиции проходила только с положительной стороны. Напомним, что к поздравлениям присоединились и ребята из ЮИД, юных инспекторов дорожного движения. Они тоже поздравили автолюбительниц, вручили им открытки и памятные подарки. Такое внимание со стороны госавтоинспекции неспроста. Как отметили в ведомстве, цель мероприятия не только поздравить женщин с праздником весны, но и привлечь внимание общественности к проблеме безопасности дорожного движения, необходимости соблюдения ПДД, а также заботе и уважительном отношении к другим участникам дорожного движения. К поздравлениям присоединились и юные инспекторы дорожного движения, ребята из отряда ЮИД. Они тоже поздравили автоледи. Причина остановки не нарушение правил дорожного движения, скорее наоборот, новости хорошие. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции к автоледи подходят юные инспекторы дорожного движения. Желают хорошей дороги, вождения без штрафов и дарят памятный подарок. Спасибо, мой хороший. Большой. Памятный подарок. В этих числах, кстати, и у отрядов юных инспекторов дорожного движения тоже праздник. 6 марта им исполнился 51 год. Именно в этот день, в 1973 году, совместным постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии Министерства внутренних дел СССР и коллегии Министерства просвещения СССР было утверждено положение создания отрядов юных инспекторов дорожного движения. Поэтому сегодня главная цель мероприятия не только поздравить прекрасный пол, но и в очередной раз напомнить водителям основные правила дорожного движения. Молодцы юиновцы! Юные участники дорожного движения вышли на улицы города, чтобы поздравить не только автоледи, но и женщин-пешеходов с праздником. Ребята вручали памятные открытки, напоминая о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Эта позитивная акция подарила улыбки и прекрасное настроение даже женщинам-водителям общественного транспорта. Поступающим вас в 8 марта, спасибо вам большое, что вы таким трудным трудом занимаетесь. Давайте аплодисменты вашему женщине-водителю. Все, не отвлекаем вас. Спасибо. Подобная акция пройдет в разных районах города. О рейдах по тонированному авто мы рассказываем, наверное, каждый месяц. Сотрудники госавтоинспекции того чаще рейда они проводят практически каждую неделю. И снова подводим статистику этого месяца. Цифры эти не что иное, как светопропускаемость передних боковых стекол. Для сравнения норма 70%. У этого водителя практически в 7 раз меньше. Естественно, это нарушение. В случае выявления таких нарушений водители будут привлечены к административной ответственности. По части 3.1 статьи 12.5 КОАП РФ. Данная статья предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей. За невыполнение законных требований сотрудников полиции законодательством предусмотрено наказание вплоть до 15 суток административного ареста. Варианта у водителя два. Первый, так сказать, растонироваться прямо на месте. Плюнку эту, говорят инспекторы, оторвать со стекла куда легче, чем приклеить. Второй вариант, если времени у водителя, ну, совсем нет, получить так называемое требование от сотрудников госавтоинспекции. В таком случае мороки прибавляются. Нужно растонироваться в течение суток, а после съездить в госавтоинспекцию и показать, что нарушения ты устранил. В любом из вариантов от пленки придется избавиться и штраф заплатить. С января сотрудниками госавтоинспекции выявлено больше 3700 таких нарушений. И это цифры только на начало года. С тех пор, как в Рязани появилась выделенная полоса или выделенка, появились и любители, которые хотят по ней проехать. Естественно, это нарушение правил дорожного движения. В госавтоинспекции регулярно проводятся рейды по выявлению таких нарушителей. Уважаемый водитель, вы выехали на полосу для движения маршрута транспортных средств. Все нарушили административный ход. Будет составлен административный материал по данной статье. Первые нарушители появились сразу же. Ну а что? Логика проста. Полоса-то пустая, другого транспорта, кроме маршруток, и нет. Чего бы не сократить путь? Вот и сократили наш штраф. Согласно части 1.1 статьи 12.17 кодекса об административных правонарушения Российской Федерации, движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушении правил дорожного движения, влечет наложение административного штрафа в размере полутора тысяч рублей. Нарушителей хватает, говорят в госавтоинспекции. За прошлый год лихих водителей, которые решили проехать по выделенке, было больше двухсот. В этом году статистику только подбивают. Пока 30 нарушителей. Сегодня число их немного выросло. Напомним, что на Первомайском проспекте выделенки работают от площади Ленина до вокзальной. По данным Минтранса, камеры для фиксации нарушений по проезду частного транспорта по выделенной полосе установлены. Потому госавтоинспекция Рязанской области напоминает водителям об ответственности за движение по полосе для маршрутных транспортных средств. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее. Продолжение следует...